Поставить точный и сильный удар, научиться доставать ногой до головы противника, выполнять сложные акробатические номера в художественном катании на коньках. Всему этому обучают в спортивной школе «Кристалл». Учреждение набирает детей на бесплатные занятия. Подробности расскажет Дмитрий Петров. Виктория Судоева занимается уже почти два года. Первый раз девочка встала на коньки в шесть лет и за это время выучила многие элементы фигурного катания, кроме двух самых сложных – волчок и либела. Их надо вращать, а у меня немножко, конечно, коньки затупляют вот здесь вот. И потом я на волчке становлюсь на него и падаю. Вот либела, я делаю это в ласточке, и иногда у меня скорости не хватает, и я просто падаю. Наравне с Викторией на льду оттачивают свое мастерство и другие спортсменки. Они готовятся к первенству в Сахалинской области по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 15 по 18 ноября. А чтобы в будущем участников было больше, в спортивной школе объявили набор учеников. Заниматься приглашают девочек с 6-7 лет и мальчиков от 6 до 9 лет. Группа начальной подготовки у нас от 10 человек до 15 человек наполняемость. Тренируются детки в обеденное время. Для тех, кто учится со второй смены – это вечернее время. Спортсмены учебно-тренировочных групп. Там группа существует от 5 человек. И также удобное время для спортсменов. Есть утренние тренировки для тех, кто учится после обеда и вечерние для тех, кто учится в первую смену. То есть, в принципе, любому спортсмену мы предоставим лед в необходимом объеме. В соседнем зале тренируются островные кикбоксеры. Мальчики и девочки отрабатывают элементы общей физической подготовки, а также демонстрируют тренеры удары руками и ногами. Набор в группу на бюджетную основу сюда ведется с 6-7 лет. Обязательно в игровой форме обучаем детей. Потому что спортивно-здоровительная группа монотонность не любит. То есть, дети маленькие, им нужно быстренько и объемно, так сказать. Поэтому приходится в игровой форме давать какие-то определенные упражнения. Более старшие уже ребята, они, конечно, уже стремятся выйти побоксировать, съездить на соревнования. Поэтому уже они сосредоточены на тренировочном процессе. Набор идет и в отделение по классическому боксу. Подать заявку можно до 22 ноября на сайте спортшколы. Занятия проходят на бесплатной, скажем так, основе. Вплоть до того, что и оснащение инвентарем также проход проводится за счет спортивной школы. Поэтому, ну, такие первичные какие-то спортивная форма, спортивные тапочки, скакалочка, там, теннисный мячик, капа – это индивидуальная такая вещь. Бандаж, паховая защита, ну, также шлем, боксерский шлем также мы рекомендуем покупать, поскольку это все-таки индивидуальная такая, момент индивидуальной гигиены. Все-все остальное, вся остальная экипировка уже за счет защиты, за счет школы. Количество свободных мест ограничено, поэтому родителям стоит поторопиться и успеть подать заявки. Дмитрий Петров, Александр Тютюников, Илья Назаров, Солнце-ТВ. Дмитрий Петров, Илья Назаров, Солнце-ТВ. Продолжение следует...